Время для новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. Из района Донецкого аэропорта доносятся залпы танков и тяжелые артиллерии. Под обстрелы в минувшие сутки попали жилые кварталы Авдеевки и Водянова. Под минометным огнем Марьенко, Красногоровка и Горловка. Там есть погибшие. О боевых действиях на карте Донецкой области Светлана Павлюкова. От звуков взрывов проснулись сегодня жители Горловки. Город уже неделю находится под интенсивными обстрелами. В минувшие сутки под огнем оказались поселки Победа, Курганка, Гольмовский и район шахты Глубокой. Приземляли снаряды в Никитовке и в соседнем Зайцево. Полностью выгоревшая квартира. Вся беда сгорела. Таких квартир в поселке Гольмовский теперь много. Местные жители рассказывают, огонь открыли в 11 ночи, когда многие уже легли спать. Младшая дочь спала на этой кровати. Сын средний спал здесь. Младшая дочь к основной, но ей до года. Младшая дочь на руках в коляску, в прихожку отнесла. Этих стала звать, они не слышат. Только дети заснули. Только глубокий сон. Но когда уже попала сюда в квартиру, тогда я уже волокла отсюда с кровати. В этой квартире нет стен. Хозяйку госпитализировали, осколок попал женщине в глаз. Сейчас её жизни ничего не угрожают, говорят соседи. Жители дома признаются, всё случилось быстро. Спуститься в подвал никто не успел. Я и внук мой находился непосредственно здесь вот в коридоре. Ну, до моей квартиры так не дошло до конца. Ну, всё в дыму, это всё. Просто ужас. Как шандарахнуло, двери закрыли, пошли в ванной сидели. В сети появилась информация о гибели 11-летней девочки. По данным местных жителей, трагедия произошла в микрорайоне Комсомолец. Ещё горловчане в соцсетях сообщают, одна женщина, пострадавшая при обстреле этого жилмассива, умерла в больнице во время операции. В Донецкой области в результате миномётного обстрела Саханке ранения получил мирный житель. В районе Донецкого аэропорта не прекращаются бои. Под огнем Спартак, Обдеевка и Водяное. В Донецке снаряды приземлялись в Киевском, Куйбышевском и Петровском районах. В городе множество разрушений. Данных о пострадавших нет. На юге области также неспокойно. Под огнём Широкино и Чермалык. Светлана Павлюкова, телеканал Донбасс. На Луганщине боевые действия продолжаются на трассе Бахмутка. По данным областной военно-гражданской администрации, в районе посёлка Крымска шёл бой с применением тяжёлых. То интенсивность боевых действий возросла, говорят и жители близлежащих посёлков. Посёлок Новотошковский находится на трассе Бахмутка, возле 29-го блокпоста украинских военных. Обстрелы здесь не редкость. Последний раз живой сектор попадал под огонь пару дней назад. Никто не пострадал. Ни разорвавшиеся боеприпасы фиксируют наблюдатели АБСЕ. Затем сапёры уничтожают мину. В Новотошковском люди не живут, выживают. В посёлке нет воды, часто пропадает свет. Практически каждый дом повреждён. Александр Иванович рассказывает, после того, как в феврале в его дом влетел снаряд, бежал из посёлка. Взрыв был сбоку, на втором этаже. Прямо снаряд разорвался там. А мы с бабушкой сидели за стенкой в своей квартире. Ну, еле оттуда выскочили. Уже двери наши были заблокированы. Отгребли, да нас выпустили. Сейчас пенсионер вместе с соседом пытаются отремонтировать крышу. Материалы привезли норвежские волонтёры. Помогают местным жителям и украинские военные. Ну, мы сказали, как сможем, так поможем. Позводили крок, трошки побили эти доски. Остальные уже говорим сами, потому что мы тоже не имеем возможности, так что мы на целый день выйти и помогать людям. В Новотошковском больше всего боятся холодов. Мол, даже если дома восстановят, отапливать их всё равно нечем. Схожая ситуация и в других посёлках вдоль трассы Бахмутка. Жительница села Живобок в пяти километрах от Новотошковского рассказывает. Осталось без окон ещё зимой. Они до сих пор забиты фанерой. Трое суток полностью. Бомбили, бомбили, даже не было это самое. Потом утром одеяло поднимаешь. В окон нету ничего, нету поднимаешь. Люди рассказывают, в окрестностях посёлка слышат залпы тяжёлой артиллерии. Началось с полдевятого и где-то до двух, до трёх часов. Ну, только гух, гух, и слышно, как по крыше бьют эти осколки. Несмотря на перемирие, боевые действия вблизи прифронтовых посёлках на линии разграничения ведутся ежедневно. По данным Луганской областной военно-гражданской администрации, этим утром шёл бой в окрестностях сёл Крымское и Сокольники. Применялись не только миномёты, но и зенитные установки. Никто из мирных жителей не пострадал. Неспокойно и в посёлке Донецке. На днях тут разрывались сразу четыре снаряда. Один из них влетел в крышу двухэтажного жилого дома. Начался пожар. Тамара рассказывает, в момент обстрела находилась в квартире. Куда выбегать, если везде вокруг взрывается всё. И мы слышим, что сильный удар пришёлся по крыше. То есть практически крыши дома нет. Уже утром мы вышли, увидели на детской площадке разрыв снаряда. Здесь наш район двухэтажного дома. Здесь нигде нет ни стёкол, ничего. Также по данным губернатора Луганской области, под обстрел попал и посёлок Родина на окраине города Золотое. Здесь взорвались восемь мин. Люди всю ночь прятались в подвалах. Анастасия Пугач, Телеканал Донбасс. 140 километров в объезд приходится преодолевать колония гуманитарного рейса Рината Ахметова из-за закрытого блокпоста в Курахово. Неделю фуры простаивали там. Сегодня 20 большегрузов смогли выехать из Курахово в Артёмовск, надеясь прорваться в Донецк. Машины везут продукты для формирования десятков тысяч наборов выживания. Из-за задержки колонны сотни тысяч мирных жителей уже остались без помощи. В Донецке не работают некоторые пункты выдачи. Также точки закрыты в Макеевке и Горловке. В штабе Ахметову уверяют, прекращать отправку рейсов не намерены. Мобильные бригады гуманитарного штаба Рината Ахметова доставили продукты жителям прифронтовой зоны в Володарском районе Донецкой области. Помощь получили жители нескольких сел, расположенных на линии соприкосновения. Как работает новое направление гуманитарного штаба расскажут наши корреспонденты. Машина с гуманитарной помощью Ахметова прибывает в Володарский район днём. Село Кальчик, которое расположено на линии соприкосновения. Здесь нет активных боевых действий, но прифронтовую канонаду местные жители слышат ежедневно. Утром эти наборы выживания для жителей Володарского района укомплектовывали на логистической базе в Мариуполе. Мобильные бригады волонтёров загрузили 400 продуктовых наборов для жителей сёл Преовражное, Кирилловка, Кальчик, Заря, Водяное. Доставить помощь в самые удалённые населённые пункты Донбасса задача нового проекта штаба Рината Ахметова. Он направлен на обслуживание самых уязвимых, социально незащищённых слоёв населения, которые живут в отдалении от областных, районных городов и центров. Совместно с местными властями волонтёры составляют списки тех, кто нуждается в помощи. Старики, инвалиды, матери-одиночки, многодетные семьи, переселенцы льготных категорий. Всё, что можно, на все вопросы я отвечаю. Выдают продуктовые наборы возле сельсовета. Здесь же разворачивают палатки для регистрации и оформления талонов. Вы подходите, находите себя в списках, расписывайтесь. Держите документы, талончик я себе забираю, и один набор вот этой бабушки. Для многих жителей это первая гуманитарная помощь за многие месяцы. Это, конечно, большое дело. Некоторым вообще это необходимо. И спасибо большое. Ренат вообще один, мне кажется, из всех миллиардеров вот эти вещи делает. Это большое дело. В этот же день волонтёры мобильной бригады разворачивают палатки в «Заре». В подчинении местного совета несколько сёл. Валентина живёт в Преовражном. Сюда приехала не только за гуманитарной помощью, но и за покупками. У нас в Малозинов ничего нет, если так честно разобраться. Все пустые дома. Там автомобиль разный. В составе наборов самые необходимые продукты. Крупы, мука, масло, сгущенка. Удержать пакет непросто. Уже завтра мобильные бригады отправятся в другие сёла Володарского района. Большое спасибо, конечно. Очень рады, что о нас беспокоятся. Надо мир. Самое главное. Мобильные группы работают также и на неподконтрольной Украине территории. В частности, на этой неделе волонтёры завезли почти 800 наборов выживания в сёла Амбросиевского района. Юлия Меншакирова, Екатерина Малафеева, Андрей Бабкин, Телеканал Донбасс. Украинцы массово лишаются коммунальных субсидий из-за ошибок в декларациях. Собесы просто не успевают оформить скидку, права на которую уже заявили полтора миллиона семей. Поэтому в Министерстве соцполитики упростили оформление документов. Как теперь получить льготу и перерасчёт платежей за минувшие два месяца, расскажет Виктория Потапова. Раиса пришла оформлять субсидию, как только получила платёжку за газ. Подорожавшее в семь раз топливо оказалось не по карману преподавателю. Из 20 гривен за плиту я плачу, теперь в семь раз до 140. Зарплата мне не позволяет заплатить за газ. Я сподіваюсь на перерахунок с травня, безперечно. Шансы на скидку есть, говорят в Минсоцполитике. Обещают всем, кто успеет оформить субсидию до конца июня, автоматически пересчитать платежи за последние два месяца. Если у нас цены, то громадянам, которые звертаются в травні и червні, субсидия может быть призначена с квітня месяца. И, соответственно, будет коррегована сумма платежа. Пересчитают и тем, кто подал документы вовремя, но до сих пор платит полную стоимость газа и света. В Сабезах говорят, начисление субсидий задерживается из-за того, что люди делают ошибки в декларациях. Теперь достаточно указать только вид заработка. Тут есть колонка «Джерело дохода». То есть, человек заполняет, где он получает пенсию. Пенсия в пенсийном фонде. И мы берем эти доходы сами. Нам уже такие доведки не нужны. Только с места работы. С места работы, если за последние пів року. Претендовать на субсидии теперь могут даже безработные. Об этом нужно указать в декларации. Скидку таким людям будут рассчитывать на основе минимальной зарплаты. С октября, с началом отопительного сезона, счета за коммуналку еще вырастут. Поэтому претендовать на субсидию смогут даже те, кому сейчас в получении скидки отказали. Виктория Потапова, Игорь Захаров, телеканал «Донбасс». В Сватово на Луганщине местные жители решили помочь в оздоровлении детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Открыли конно-спортивный клуб. Среди питомцев лошади, вывезенные из-под обстрелов, есть и жеребцы с редкой родословной. Репортаж Виктории Ковалевой. Сергей Давыденко унашивал идею создания конного спортивного клуба много лет. С момента закрытия школы верховой езды в Сватово в начале 90-х о конном спорте в районе вспоминали только старожилы. У нас когда-то в Сватовском районе была конно-спортивная школа еще в 80-е годы. При совхозе они имели возможность держать лошадей и занимались детей. Там очень много детей. Там около 100 человек занимались детей. Ну, когда развалились, естественно, колхозы, так и следом за их конюшни это рассыпалось. У нас Петровка от Сватовского района. Второе место конеферма занимала по Украине по разведению лошадей. У нас было 40 конематок и 3 жеребца племенных. В то время лошади были по 15 тысяч рублей. Волга стоила столько. А у нас такие лошади были. Два года назад идею Сергея Давыденко поддержали местные чиновники. Но открыть клуб помешали боевые действия на Донбассе. От них сватовские любители конного спорта спасли из станицы Луганской вот этих пони и осла. Их купили в одной из баз отдыха. Заведение попало под обстрел, и бывший хозяин не смог дальше содержать животных. Мы приобрели, мы их называем библейские герои. Тут и ослик у нас есть, и маленькая лошадка. Фала была, это американская такая. Это такой подвид пони, который не растет более 85 сантиметров. Гай тоже чудом остался в живых. Прошлые хозяева хотели отправить его на убой. Спасла жеребца родословная. Послые красные. Он приехал на комбинацию коньезавода в группе своих же сородичей. По-моему, как оказалось, он русский расист. Он, получается, уникальный конь в своей породе. Сватовских малышей радует супруга Сергея Галина. На прогулочной повозке катает местную ребятню. С детинством Рия была мечта покататься на лошадях. И вот она уже в таком возрасте как бы сбылась. Николай Михайловский более 20 лет не был в седле. Узнав о создании конно-спортивного клуба, поддержал идею. Когда местные меценаты приобрели коня для конкура, решил возродить детское увлечение. Сейчас не только сам тренируется, но и учится по выезде подрастающих поколения. Не садился, а потом не было лошади такой. А вот теперь она спортивная лошадь. Тракененской породы немецкая порода. Сейчас она обучает деток, спокойно себя ведет. У меня уже пятеро деток занимается. Сватовские коневоды планируют не только учить детей верховой езде и конкуру, но и лечить с помощью лошадей заболевание позвоночника. Однако для этого, кроме энтузиастов-животноводов, нужен врач-специалист. Стопола в Сватовском районе пока не нашли. Виктория Ковалева, Петр Ковалев, Телеканал Донбасс. Дата 13 июня может войти в календарь национальных праздников. В Мариуполе сегодня открыли памятный знак. Год назад завершилась операция, в которой военные отбили стратегически важный город. На митинге побывали наши мариупольские корреспонденты. У воинской части 3057 установили памятный знак военным и правоохранителям, которые 16 апреля прошлого года смогли отстоять часть. Наталья Ивановна помнит тот день в подробностях. Всё это было слышно, и самолёты, и крики, и всё это было слышно. Так чтобы этого больше не повторялось. Благодаря тому, что когда отбили этот штурм, может быть, у нас и спокойно. Я думаю, с этого всё началось. Это мемориальный знак, также дань уважения всем защитникам города, которые пали в боях при обороне Мариуполя. Их память почтили минуты молчания. К камню возложили цветы. Народный депутат Украины Олег Ляшко считает, что 13 июня произошло историческое для города событие. Спустя год народный депутат увидел цветущий мирный украинский город. Уже на площади во время праздничного митинга нардеп вспомнил тех, кто погиб 9 мая. Среди них был и начальник ГАИ Виктор Саенко. А во время диалога с местными жителями народный избранник признался, приехал не только на праздник. Сегодня Мариуполю треба поддержка. В первую очередь, это працевлаштование, это рабочие места, чтобы работали предприятия, чтобы люди могли заработать зарплату, родить свои семьи, коммуналка, тарифы, цены, то есть все те проблемы, которые сегодня обговорим с людьми. А еще депутаты пообещали внести на рассмотрение Верховной Рады предложение, чтобы дату 13 июня объявили национальным праздником – Днем освобождения Мариуполя. Анна Боровлева, Игорь Тищенко, телеканал «Донбасс». Духовой оркестр под открытым небом. Музыканты Вооруженных сил Украины начали гастрольный тур по прифронтовым городам Донбасса. Военные инструменталисты из Венеции уже выступили на центральной площади Красноармейска. С каким репертуаром, пожаловали гости, расскажут наши корреспонденты. Клубач Виталий в военном оркестре более 20 лет. Свой любимый музыкальный инструмент освоил еще со школьной скамьи. С первого класса, в школе. Так судьба сложилась, определив, что решил быть музыкантом. Саксофон, труба, барабаны и гитара. В репертуаре военного оркестра не только инструментальная музыка. Концерт привезли, в принципе, разнохарактерный абсолютно. У нас есть и русские, и украинские песни. В общем, мы не затыкливаемся ни на чем абсолютно. И несем культуру просто в массу. Красноармейск стал первым городом в прифронтовой зоне, которую с концертом посетили музыканты военного оркестра из Винницы. Мы специально ехали 900 километров автобусом. Это важно, чтобы сделать концерт. Под музыку военного оркестра задорно пляжет пятилетняя Соня. На вечер к музыке девочка пришла с родителями. Мне понравился концерт, мне сегодня весело. Спортсмена Станислава песни военного оркестра вдохновили на патриотические песни. От наступления гостей местные жители в восторге. Говорят, такие концерты здесь проходят редко. Концерт отличный, побольше бы такого, особенно в нашем городе. На концерте мне больше всего понравились песни, потому что я люблю танцевать. После Красноармейска музыканты военного оркестра выступят в Краматорске. Елена Витек, Владимир Пельбук, телеканал «Донбасс». Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. На этом выпуск завершается. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова